Беларусь торгует в минус, правильно? А с Россией же ведь все так хорошо, так замечательно. Там-то хотя бы в плюс с Россией. Долгое время мы с Россией торговали в жесткий минус. Почему это так было? Потому что Беларусь на самом деле это страна-петрократия. Петрократия, скажем нашим зрителям, это страна, которая зависит от топлива, петролиума. Но вот тут большой вопрос, а как это Беларусь без наличия нефти вдруг стала петрократией? Россия добывает свою нефть из недр. А где добывает Беларусь? Беларусь добывает из России. Вот эта формула, начиная с 90-х, нефть в обмен на поцелуи, она работала для режима Лукашенко достаточно хорошо. В чем был смысл? Ты покупаешь что-то в России, например, нефть, потом ее перерабатываешь, перепродаешь на более премиальные рынки. Ну, например, в ту же Украину. Ну и, собственно говоря, из России был очень большой импорт всяческого сырья. Вот здесь это все перерабатывалось и продавалось дальше. Ну, собственно говоря, именно поэтому с Россией было традиционно такое отрицательное сальдо. Это не значит, что это не было выгодно. Это было выгодно. Было выгодно покупать по низким ценам, перерабатывать и продавать на Запад. Проблема возникла с тем, что продавать на Запад из-за санкций больше невозможно. Вот. Ну и, собственно говоря, поехала эта сальдо вниз. Тут достаточно такая длинная история. Тут нужно и пандемию вспомнить. Тут нужно и начало войны вспомнить. Потому что период пандемии он внес там, как шок, свою лепту в экспортно-импортные операции. Напомним, что весь мир закрывался и останавливал производство, а Лукашенко этого не делал. Поэтому у него рос экспорт и улучшалась торговая сальдо. Потом началась война России против Украины. Начались различные схематозы, обходы санкций. Значит, Лукашенко начал что-то завозить в страну, через нас перепродавать в Россию. Все схемы с белорусскими устрицами, отловленными в Минском море, креветками. То есть вот эта вся история. Но похоже, похоже, если смотреть по данным, если смотреть, насколько растет отрицательная сальдо товарами, все эти дыры, все эти схемы, они потихоньку-потихоньку прикрываются. И во многом именно поэтому растет такое торговое сальдо. То есть, с одной стороны, нет смысла закупать в тех объемах нефтепродукты, сырье, для того, чтобы его переработать. Потому что дальше продать-то сложно. Немокому. Дальше, чтобы продать. Да, да. Потому что через южную границу в Украину ты не продашь. Украина у нас считает страной с агрессором. На Запад не продашь, потому что там, соответственно, санкции. Подождите, так они по нефтепереработке российской же бомбили, украинцы хорошо бомбили. И вроде как тут Беларусь пришла на помощь, да? Конечно, Лукашенко свезло в этом плане. И, соответственно, белорусские МПЗ, я уверен, несколько заработали на всех этих процессах. Они отправляли продукты нефтепереработки в Россию. Но российский рынок, нужно понимать, он не премиальный. В России же свои есть нефтезаводы, в России есть своя нефть. Для Беларуси важен не российский рынок, прежде всего. Прежде всего важен украинский рынок и дальше уже рынок Западной Европы. Там цены на бензин, на нефтепродукты, они совершенные. Там в евро дают. Да, да. Там же важно заработать прибыль. Плюс тут еще нужно понимать, что если ты пытаешься это как-то вести, тебе нужно на сегодняшний день придумывать схема ТОС. Тебе нужно как-то через Россию весь этот бензин возить, где-то там заливать в морских портах и так далее. Потому что, опять же, порт Клапиде, он же очень давно не работает с белорусами. Ты там ни колейку продать не можешь, ничего. Колейку тоже надо возить вокруг. Возить вокруг – это дополнительные деньги. Поэтому вот эти все дыры, они потихоньку-потихоньку закрываются. И то, что мы видим, мы видим такой вот плавный эффект накопления санкций. То есть, с одной стороны, вроде как бы какое-то время и везло, как сумасшедшего, что на Россию санкции наложили, там где-то работали во время пандемии, и вроде как бы это положительно сказалось на экономике и на экспорте, особенно с другой стороны. Вот сейчас дошли руки, что называется, и до Лукашенко. Стало не только до Путина. Синхронизировали санкции и очень-очень поплохело в эту сторону. Ну, что тут еще важно отметить? Важно отметить, что вот это растет. Ну, по крайней мере, так нам говорит Белстат, так нам говорят белорусские чиновники. Вот о Белстат нам говорит с двух сторон, потому что, чтобы реальный ВВП рост, он должен расти как в абсолютных цифрах, так и относительно инфляции. То есть, ты еще можешь подкрутить немножечко инфляцию и иметь побольше рост ВВП. Это тоже очень приятно. Иметь сразу два рычага. Вот дробь, и сверху можно подкрутить, и снизу, и в сумме получится красиво. Что больше всего растет? Больше всего растет, это действительно промышленность. Судя по всему, это промышленность, связанная с Россией вообще, и в частности, в том числе, с военными заказами. Давайте картинку покажем, у нас есть картинка. Январь-апрель 2024 года. Влияние основных видов экономической деятельности на формирование темпа ВВП. Между прочим, картинка взята у ваших грошей. Да, сейчас наш режиссер это быстренько сделает. Промышленность, да, продолжайте мысль, просто промышленность. Да, поэтому, что касается промышленности, она дает такой основной импульс. На удивление, сельское хозяйство дало импульс, но там, значит, этот импульс по сельскому хозяйству связан не с тем, что колхозы внезапно стали более эффективными, а с отношениями и временными периодами. Потому что это лето оказалось жарче, и посевная прошла раньше. Ну и, собственно говоря, эффекты этой посевной, они отразились тоже в ВВП раньше. То бишь, это история не про то, что колхозы внезапно заработали эффективно, а про то, что немного климат поменялся, и цифры съехали. Да, да, и цифры съехали, и поэтому то, что должно было на месяц позже отражаться, и с урожаем, и с посевной и так далее, оно отражается раньше. И поэтому там достаточно неплохой рост, по крайней мере, на бумаге. Ну, что касается сельского хозяйства, там надо будет подбивать, что называется, по факту после уборочной. Вот тогда мы увидим, это рост или не рост. Там, скорее всего, будет волатильность. Что интересно, у нас с вами стройка упала очень сильно. С 2020 года она прям катастрофически упала чуть ли не в три раза, в два так точно. А теперь вот она начала расти. То бишь, начали строить, начали вкладывать в стройку деньги, и стройка подросла. Она все равно еще находится очень-очень низкой, если брать предыдущие периоды, я не веду стройку. Но, тем не менее, она пошла вверх, и она дает свой вклад в рост ВВП. Ну, и повторюсь, вот в айтишке белорусской произошло то, что называется отскок дохлой кошки. Это когда такой вот вы достигаете какого-то локального дна, а потом есть такой небольшой отскок, небольшой рост. Вот этот рост, скажем так, про айтишку, вернее сказать так, она не увеличила свой вклад в ВВП, она перестала забирать свой вклад из ВВП. Вернее, так сказать. Поэтому все вот эти факторы вместе, они сложились то, что у нас лок попер, попер как бы ВВП вверх. Подчеркну, что здесь сложилось. То есть здесь сложилась возможность контролировать вот эту дробь, да, абсолютно ВВП делить на инфляцию. Мы контролируем инфляцию, поэтому мы, соответственно, можем контролировать цифры, которые получаются в результате этой простейшей операции. Второе, поперла промышленность, потому что пошел реальный экспорт в Россию, в России есть своя инфляция, вот, и скорее всего, эта инфляция передастся еще на Беларусь. И вот пока она не передалась, есть такие эффекты. В России там разгребают, в том числе, белорусскую продукцию, и в том числе, двойного и военного назначения. Очень хорошо. Некоторые отрасли стали отскакивать, такие, например, как стройка. Некоторые отрасли показывают несколько странное поведение из-за погодных условий, такие, как сельское хозяйство. А еще некоторые отрасли, ну, просто перестали отбирать из роста ВВП, такие, как айтишка. Поэтому вот все в сумме сложилось в эту картину. Тут еще, что важно отметить, очень сильный перегрев экономики, особенно по промышленности. Что это значит? Это значит, что предприятия работают в две-три смены, и у них нет потенциала для роста. Для того, чтобы у них был потенциал дальнейшего роста от ВВП, им нужно проводить модернизацию производства. Проще говоря, закупать новые. Да, да. Причем непростой импорт инвестиционный. Им нужно вкладываться в станки, им нужно вкладываться в новое производство, им нужно увеличивать эффективность этого производства. Это то, что тоже очень сильно ограничено санкциями. На сегодняшний день закупить белорусским промышленным предприятиям какую-то продукцию, какие-то станки, на которых можно производить что-то военное, будет крайне сложно. Это будут, если это будут какие-то схемы, то это будут схемы с 10-15 участниками, что-то там купят через какой-то Китай и так далее. То бишь там очень сильные ограничения. Вот такая перегретая экономика, она создает условия для очередного кризиса. Потому что перегретая экономика, она может работать даже несколько лет, но вот я просто напомню, когда у нас была перегрета экономика в такой недавней исторической перспективе, она была у нас достаточно сильно перегрета с 2012 по 2015 год, а потом у нас произошла сильная девальвация, аж на 40%. Экономика не любит дисбалансов, и если она перегрета, она все равно возвращается в равновесное состояние. Не важно, это равновесное состояние достигается какими-то адекватными мерами правительства, либо оно происходит стихийно, как вот лавина сходит. Все равно это выльется. Вот мы сейчас накапливаем эти дисбалансы. Понимают это все, видимо, понимают это все во власти, и не случайно Лукашенко говорит, что, да, сейчас я процитирую его вот это знаменитое, про Евросоюз, это наши соседи, с ними нужно найти пути сотрудничества. Если им нужно что-то купить, а нам нужно продать у них на рынке, это взаимовыгодный интерес, говорит Лукашенко. Вот это вот... Надо что-то продать им. Да, такой крик отчаяния немножко, да, и вся эта история с торговлей заложниками, это вот про это, это попытка выйти, как это сказать, откатить санкции назад, да? Как вы думаете, удастся это сделать? Удастся или нет, сложно сказать, это надо спрашивать таких политологов, которые специализируются на международных отношениях, возможно, они знают, что там обсуждается в кулуарах. Скорее всего, быстро это произойти не сможет. Почему? Потому что, ну, во-первых, Лукашенко воспринимается фигурой нелегитимной, да, то есть он вот этими репрессиями, вот этим участием в войне России против Украины, да, он загнал себя в ситуацию, когда с ним не разговаривают, даже не потому, что не хотят разговаривать, и он, фу, редиск и нехороший человек с точки зрения политиков на Евросоюзе, в Евросоюзе, да, а еще и потому, что они его не считают человеком, который способен принимать эффективные решения, то бишь, зачем разговаривать с Лукашенко, если можно поговорить с Путиным, да, Путин позвонит и Лукашенко сделает, вот так, по-простому, по-бытовому. Лукашенко это создал все своими руками, да, то есть с ним не разговаривают еще и потому, что считают, что он не контролирует ситуацию. Все считают, что он марионетка Путина, и какой смысл разговаривать с марионеткой, когда ты можешь разговаривать с кукловодом, да, наша любимая риторика у лукашенковских пропагандистов. Вот, это очень важно. Вторая важная история, это то, что Евросоюз, он уже перестроился на новую жизнь, да, то есть вот эти вот шоковые истории, они хороши, когда ты создаешь и отматываешь назад, они хороши в короткие периоды, от полугода, ну, то есть полгода, максимум год, потому что через год происходит перестройка экономики, и у твоих партнеров появляются новые поставщики, новые пути поставок, новые товары, и ты уже приходишь не восстановить то, что было. Ты приходишь заново продавать, да, при этом ты приходишь не просто заново продавать, да, с нуля, ты еще приходишь, скажем так, на плохую память, понимаете, да, то есть вот вам оказали услугу очень плохо, представьте себе, в каком-нибудь ресторане, вот, и ресторан вместо того, чтобы извиниться, дать вам комплимент какой-то, может быть, бесплатный бонус предложить, там, не знаю, бесплатный обед на следующий день, как-то загладить вино, да, он вместо этого обложил вас матом, послал вас куда подальше, вы туда три года не ходили, и тут снова объявляется этот ресторан, говорит, а давайте вы к нам придете, а у вас плохая память про этот ресторан. Вот Лукашенко это тот самый ресторан, про который плохая память, с которым вы работать не хотите, поэтому это второй важный фактор, почему, как бы, не стоит ожидать каких-то прорывных историй, прямо здесь и сейчас, для Лукашенко, да, да, вот, скорее стоит ожидать инерцию, инерцию вперед, тут будет большой победой, если перестанут набрасывать память, я считаю так, вот, если хотя бы просто заморозят на том состоянии, которое есть, это уже хорошо, вот откатывать, для того, чтобы началось назад откатываться, должны произойти те условия, из-за которых эти санкции вводились, то бишь, должны начаться мирные переговоры между Россией и Украиной, должны прекратиться боевые действия, да, а вот основные санкции, они вводились именно по этой причине боевые действия, дальше должны выйти политзаключенные, да, то есть вот целый комплекс вещей должен произойти, и только после этого можно будет садиться за стол переговоров с США, Евросоюзом, пытаться восстанавливать торговые связи, партнерские отношения. Корабль этот очень большой, да, и очень долго разворачивается, то есть сейчас он плывет вот в этом направлении, не то это идет, а не ходят моряки, да, вот, да, Лукашенко очень хочет, понятно, но это такой тяжелый большой корабль, что... Сильно много работы. Да, то есть он начнет разворачиваться только при определенных условиях, это еще условия нужны, как вы сказали, да, политзеки, там, война, чтобы... А этих условий пока не наблюдается, вот, то есть это все... Ну, при этом, смотрите, ну, сегодня 24-й год, два года войны, уже там с 20-го были какие-то санкции, вернее, с 21-го, когда самолет... Да, и каждый год мы... Это же пропагандисты очень любят это потом вырезать, ставить. Каждый год мы говорим, ну, вот, все, через год, а через год раз и рост в 5% ВВП. Вот, то есть, как бы, ну, и ладно, ну, не тор... Ну, Европа, мы хотим, конечно, но нет и нет, и бог с вами, найдем рынки. Вон, с Кубой удваиваем, так сказать, товарооборот. Нет? Да, ну, тут большой вопрос, как вы в эту Кубу, во-первых, все доставите, во-вторых, что у вас Куба купит, а во-вторых, заплатить ли после того, как купит, да, будут ли реальные живые деньги, вот, самые Кубы, потому что может так оказаться, что вроде как бы на словах все красиво, а по факту денег нет. И прибыли нет, и так далее. Поэтому здесь история может выглядеть на словах очень красиво, а на практике может получиться так, что продали дешево, везли дорого, а еще и не заплатили в конце. Я просто напомню, после развала Советского Союза, распада, было огромное количество африканских стран, латиноамериканских стран, азиатских стран из бывшего советского лагеря, которым просто Россия, отколовшаяся от Советского Союза, прощала долги, именно потому что они не были в состоянии их оплатить. То есть, ну, это тот случай, когда ты просто прощаешь их, и говоришь, идите с миром. Вот сейчас именно с этими странами... У социалистов очень принято прощать, потому что у социалистов-коммунистов, у них с деньгами всегда очень большие проблемы, поэтому приходится прощать. Хорошо, Владимир, спасибо вам за эту историю, за разговор, и, да, приходите еще, приходите еще. Спасибо большое. Спасибо, всем хорошего дня. И вам. До свидания. До свидания. До свидания.